Обзор обзора Здравствуйте! С вами и вновь обзор обзора и его ведущая Виолетта Грейцун. На этой неделе в 25 номере вас ждут следующие новости. В Литве предлагается прекратить путь на выборы сроком на 10 лет лицам, осужденным за коррупцию. Подобный запрет предлагается ввести для баллотирующихся на всех политических уровнях. В Сейм, в Советы муниципалитетов, в Мэры, в Европарламент. В отношении кандидата-президенты уже действует требование иметь возможность быть избранным в Сейм. Сейчас кандидаты на выборах обязаны заявить о своей судимости, однако это не мешает им участвовать в выборах. Подробнее об этом читайте в статье «Коррупционерам не поздоровится» на странице 2. Обзор обзора Министерство науки и образования Литвы намерено подготовить новые рекомендации, которые помогут школам лучше использовать удлинившийся учебный год. Их подготовят с учетом опыта этого учебного года, который был уже на 10 дней длиннее предыдущего, а в 2018-2019 годах добавится еще 5 дней. Подробнее об этом читайте на странице 4. Обзор обзора На прошлой неделе в Пас-Валисе хулиганы осквернили памятный камень, установленный на старом еврейском кладбище. Как сообщил оператор аэропортов Литвы Литвоз Ору Остей, крупнейшая российская авиакомпания Аэрофлот с июля этого года будет чаще летать из Вильнюса в Москву, три раза в неделю вместо двух. Планы Еврокомиссии запретить пластиковую посуду и соломку, заменив их на бумажный, беспокоят литовских производителей. Ставший головной болью для канцелярии Сейма Фонтан, возможно, стал добычей воров. Исчезли несколько лет хранившиеся на территории фирмы визуальную коммуникацию студия металлические детали, вес которых может достигать от 1 до 1,5 тонн и более. В Плунге началось сооружение тоннеля по железнодорожным переездам, делящим город на две части. А подробнее об этих и других новостях читайте на странице 4. Обзор обзора Недавно Литву с визитом посетил духовный лидер Тибета, его святейшество Далай-Лама XIV. Что такое истинный Тибет, вы узнаете, прочитав статью «Тибет. Подлинная реальность» на странице 6. А на этом все. Счастья, здоровья, любви и благополучия. Читайте газету-обзор и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok